МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цитата. Говорится в редакционной статье издания. Наследие Шарона – его попытки использовать исторические шансы для установления мира в регионе. Многие долгое время и вполне искренне считали Ариэля Шарона единственным израильским лидером, способным реально повлиять на ситуацию с достижением палестино-израильского урегулирования. Однако современные преемники Шарона застряли в точке, где 8 лет назад оборвались его усилия. Пишут издания о роли, влиянии и заслугах ушедшего экс-премьер-министра Израиля. Что делал Эдвард Сноуден в Индии? Далеко не риторическим, а вполне практическим вопросом задается влиятельное американское издание Foreign Policy. Под заголовок статьи тоже вынесен не менее любопытный вопрос. И зачем он прошел там курс этичного хакерства? Журналист Шейн Харрис утверждает, в 2010 году герой нашего времени и нынешняя головная боль АНБ в течение 6 дней обучался якобы программированию и хакерству профессиональной школе в Нью-Дели. Цитата. Сноуден занимался с личным инструктором. Он освоил продвинутые техники взлома компьютерных систем и эксплуатации недостатков программного обеспечения. Заявленная задача этого учебного курса – научить учащихся ограждать компьютеры и их содержимое от воров и шпионов. Но для этого они учатся сами взламывать компьютеры и красть информацию. Сноуден также интересовался методами реинжиниринга самых популярных в мире наборов для широкой онлайн-преступности, рассказывает автор. Якобы сам Эдвард Сноуден не скрывал от индийского основателя курсов, что работает на АНБ и находится в служебной командировке. Получается, история притянута за уши, и поиск любопытной Шейн Харрис новых шпионских подробностей увенчался неуспехом. Имущество Юкоса не дает покоя западным изданиям. Одно из которых, Financial Times, рассуждает о погоне за богатствами Юкоса. Тем более на фоне новых передвижений Михаила Ходорковского, последнее из которых было связано с его встречей с бывшими партнерами по созданию крупнейшей нефтедобывающей компании мира. Несмотря на то, что сам экс-глава Юкоса уже публично отказался от притязания на имущество своей компании, судебные тяжбы за сотни миллиардов ведут его компаньоны. Причем ведут в европейских судебных инстанциях. Цитата. «Разговора о бизнесе и финансах у нас с ним не получилось», — сказал Невзлин. Эти подробности дали новые основания для слухов о возможной сделке с властями, которые собираются провернуть Ходорковский, пообещавший во что бы то ни стало вызволить из заключения других партнеров по Юкосу — Платона Лебедева и Алексея Пичугина. Научный еженедельник New Scientist предлагает всем неравнодушным кофе занимательную заметку о новых открытиях ученых. Как пишет издание Майкл Яса, нейробиолог из Калифорнийского университета в Ирвайне, путем научных экспериментов выяснил, кофеин в установленных дозировках оказывает благотворное влияние на долговременную память человека. Цитата. Непосредственно перед или после изучения материала, а никак не перед самим экзаменом, завершает материал еженедельник.